Доброго времени суток друзья! Приветствую вас на канале Airzone и предлагаю продолжить нашу экскурсию по проекту Hi-Life. В первой части обзора на этот проект мы посмотрели на большое количество интересных и уникальных решений этого проекта. Остановились на том, что я приобрел эту машинку и на ней я отправился в яблочный сад. Отправился я сюда по заданию медиков, они попросили меня скрафтить им какое-то количество, какое я смогу скрафтить яблочного сока. Этим я и занимаюсь, а заодно и хотел показать, что любой ресурс, какой вы будете добывать на этом проекте, будет появляться перед вами вот таким вот образом. То есть сколько бы вы не собрали, все это количество будет всегда у вас перед глазами. Бегать вам никуда не придется, вы просто стоите, собираете нужный вам ресурс и он тут же появляется перед вами. Забираете его и продолжаете свое дело. Я скрафтил нужное количество, но не нужное какое смог количество и вернулся обратно к медикам, которые и выдали мне это задание. Ну а далее вы видите интересное решение этого проекта. Посмотрите, как происходит здесь передача денег. Я подхожу к персонажу, нажимаю кнопку Windows и выписываю ему счет. Он в свою очередь этот счет тут же оплачивает и все, сделка в общем-то состоялась. Далее же вы просто передаете нужное количество этому человеку, но в моем случае я их просто вывалил на землю, а он их подобрал. Вот так вот здесь происходят сделки. Ну и подобное здесь можно проделать не только с госслужащими, а и с владельцами магазинов или группировками. Все в чем-то нуждаются и вы в этом можете им помочь. Ну а я же тем временем дождался светлого времени суток для того, чтобы показать вам, как здесь выполнены заправки. Во-первых, они очень красивые, как видите, они в таком определенном стиле. Сама же заправка выглядит это смесь старинной сборки в новые облицовки. Я бы это так назвал. Потому что табличка, которая в правом верхнем углу принадлежит древнейшей сборке. Я такую видел еще на первых проектах армы. Ну а менюшка выполнена в этом стиле, в стиле этого проекта. Далее пройдем на саму заправку. Как видите, заправка тоже выполнена в зеленых цветах. Такая же стоит кассовое оборудование, которое мы уже видели. Но и эту заправку тоже можно купить. И тут же надо добавить, что заправочных станций на острове категорически мало. И это ощущаешь, когда у тебя заканчивается бензин. Доехать до ближайшей это непростое дело. Но это, видимо, связано с тем, что все заправки на проекте продаются в частное владение. То есть любой игрок может через губернатора приобрести себе заправочную станцию и ей владеть. Ну а более подробно о том, как здесь продаются и покупаются магазины, я рассказывал в первой части этого обзора. Так что, кому интересно, подсказка сейчас в правом верхнем углу. Посмотрите. Ну а возвращаясь именно к этой заправке, как мы можем заметить, она никому не принадлежит. Ну и товара здесь тоже никакого нет. А насколько я понимаю, количество заправок ограничено именно с той целью, чтобы каждая заправка пользовалась популярностью. Чтобы не получилось так, что популярная стоящая на трассе заправка пользовалась спросом, а где-то на отшибе никто не заезжал и не покупал ничего. Видимо, для этого и ограничили количество заправочных станций на этом проекте. Ну и в общем-то хватит про заправки и магазин. Я вернулся в магазин, чтобы купить себе грузовик посерьезней. А хотел я купить какой-нибудь нефтевоз. И мой взгляд остановился на газончике 66. Вот так вот выглядит эта моделька. снаружи. Но, как я уже понял, наружность и внутренность это разные вещи. Поэтому давайте посмотрим, что внутри. Ну а внутри, как я и предполагал, так себе. Да, конечно, это получше, чем запорожец и получше, чем луазик. Но все равно. Очень старые древние какие-то текстурки. Все подразмазано. Но антуражность какая-то есть. Все-таки есть такое ощущение военной машины. Приборы, как мы видим, тоже нарисованы. Они не работают. Ну, в принципе, машинка как машинка, в общем-то. Ну, надо еще добавить, что, в общем-то, управляется она приятно. Да, приятно едет. И у нее, не знаю, как это назвать, очень долгий продолжительный ход. То есть, если мы отпускаем кнопку W, то она не сразу же останавливается. Она еще очень долгое время катится. Такой у нее, знаете, приятный накат. Как-то в одном из своих обзоров я показывал тоже отечественную модель. Модель Краза. Так вот там, когда кнопку W отпускаешь, сразу же срабатывают тормоза. И машинка буквально там через 2-3 секунды наглухо останавливается. Здесь же такого не происходит. Если мы разогнались, то можно вообще заглушить двигатель. Мы очень долго будем просто ехать накатом. Такой-то у него легкий, интересный накат. Ну и сама машинка, так как видите, она как яхта какая-то. Так у нее есть раскачка интересная. Нет, машинка приятная в управлении, но вот, к сожалению, немножко пострадал у него внутренний вид. Не очень красиво, конечно, сделано. Ну, в принципе, мне она нравится. На нем же я и съездил на нефть. И, как видите, это чуть ли не единственная точка, на которой хоть что-то добавлено на месте сбора ресурсов. Здесь же, как можно заметить, я обнаружил интересную фишку еще, которую до этого я почему-то не увидел. Фишка вот в чем. У этих машин есть возможность таскать друг друга. То есть есть возможность достать трос. Не часто это встречается, но на некоторых проектах я такое видел. И тут же я должен добавить, что вот этой фишкой с тросом нельзя пользоваться в корыстных целях. То есть, если администрация проекта увидит, что вы тащите за собой еще одну машину с цистерны для того, чтобы, управляя одной машиной, набрать себе две, вас за это могут забанить. Можно пользоваться тросом, только помогая другому игроку, который попал в беду. Ну, или транспортировать свой легковой автомобиль до гаража. В других целях вся эксплуатация с помощью троса запрещена. Я же тем временем, нафармив немножко нефти, отправился в город. Как видите, я переоделся. Переоделся я для того, чтобы пойти в местную администрацию с просьбой выделить мне вертолет. Так как местная экономика не позволяет нафармить за один день денег на вертолет. Поэтому мне пришлось обратиться к местной администрации. Администрация на самом деле оказалась очень адекватная. Со мной вежливо разговаривали, представились. И уже в кратчайшие сроки мне пообещали выделить вертолет на одну бурю. В общем-то, этим дело и закончилось. Мы вместе с администрацией полетели в аэропорт. Там мне передали ключи. Пожелали хорошего дня. И я, в общем-то, улетел на то, чтобы смотреть какие-то красоты на этом проекте уже с высоты птичьего полета. За что, кстати, огромное спасибо администрации этого проекта. Обычно я не обращаюсь. Но здесь, к сожалению, очень тяжелая экономика. Но сожалею я только потому, что мне не удалось нафармить за один день. А вообще, условия экономики мне очень понравились. Ну, давайте вернемся к нашему воздушному обзору и посмотрим на объекты, которые здесь есть. Которые добавлены, которые сторонние. Ну, и первым нам попадается эта тюрьма. Ну, и тут ничего такого удивительного я не вижу. В принципе, в этом месте ставится тюрьма очень часто. Видно, что эта тюрьма немножко перелопачена. Но, в принципе, это такая, можно сказать, стандартная тюрьма. Ничего интересного и удивительного здесь нет. Следующий объект, который у нас на пути, находится здесь же, недалеко в пустыне. Это база группировки Анархия. Выглядит это издалека вот так вот интересно и антуражно. Но, подлетая ближе, я понимаю, что это очень скучная и неинтересная база. Я в своих видео всегда говорю, что милитаризированный стиль меня вообще никак не тревожит и не возбуждает. Мне не нравятся высокие зеленые заборы и вышки. Можно приложить какое-то небольшое усилие, как вот чуть-чуть креатива и сделать нечто красивое. Все равно никакой перестрелки и танковых действий здесь не будет. Зачем вот такая вот база, для меня остается всегда загадкой. Мне ближе, например, вот такие вот объекты, которые у нас видятся вдалеке. К сожалению, на карте он никак не обозначен. Но есть версия, что на предыдущей сборке этой карты было в планах сделать нечто подобие советского поселка. И я так понимаю, что эти здания как раз для этого и существовали. Пока это здание, несмотря на его антуражность, никакой функции на себе не несет. А на мой взгляд, очень даже зря. Ведь подобная архитектура гораздо ближе к глазу и сердцу основного, наверное, потребителя этой игры, а это жителей пространства СНГ. Все, кто был когда-то в Советском Союзе и теперь постсоветское пространство. Такую архитектуру я могу увидеть прямо сегодня. Мне стоит только выехать из Питера на буквально 10 километров, и я увижу вот эту вот архитектуру. Более того, окраина Питера населена вот такой вот подобной архитектурой. Поэтому это гораздо ближе моему глазу. Мне приятнее видеть вот такую архитектуру, нежели какую-то заморскую. Поэтому я вот думаю, что зря автор остановился и не стал продолжать строить дальше вот такой вот поселок. Вообще, мне кажется, что если бы ставить дома вот этой архитектуры, а это же взято с игры Стендалона или Дэйзи, вот я, к сожалению, точно не могу сказать. То и оптимизация, конечно же, у этих объектов точно такая же, потому что создано все на том же самом движке. Ну и посмотрите, какие здесь внутренние красоты. Ну, согласитесь, это приятно глазу. Мы, каждый из нас, видели нечто подобное. Мы сталкиваемся с этим жизнью. Поэтому мне кажется, что вот такой архитектурой населять подобные карты, ну, мне кажется, это было бы здорово. Ну, а на карте Altis я вижу подобные здания вообще впервые. Был когда-то проект, назывался Родина. Там тоже была такая атмосфера Советского Союза. Но там были картонные домики, в которые невозможно было входить, их невозможно было покупать. Но эти же дома можно сделать и для покупки, и вообще для использования. Ну, почему-то разработчики не пользуются этими зданиями. Мне очень хочется надеяться, что на этом проекте все-таки достроят этот поселок атмосферностью Советского Союза. Ну и, в общем-то, на этой вот полупечальной ноте будем, наверное, и заканчивать этот обзор. Мне еще много чего можно здесь показывать и рассказывать, и как здесь создаются группировки, и недвижимость этого проекта. В общем, много-много всего. Но на все времени, конечно же, мне не хватит. Поэтому, если кому-то понравился этот проект, заходите, пробуйте, щупайте его, играйте, получайте удовольствие, взаимодействуйте с другими игроками, общайтесь. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok